К сожалению, наша страна находится в эндемической зоне, то есть эта зона, у нас идет нехватка йода как в почве, так и в воде, и в воздухе. Многие ошибаются, что подсластители, сахарозаменители можно использовать сколько нужно и сколько можно. Нет, к сожалению, их тоже нужно с осторожностью, потому что, опять-таки же, они могут вызывать эпизоды повышения сахара крови. А метаболическим синдромом страдают дети тоже? Конечно, да. В основном в подростковом возрасте. По-другому мы это называем юношеским гипоталамическим синдромом. К сожалению, нарушается обмен жиров, и жиры откладываются. Там, где не хотелось, чтобы они отложились. Там, где не надо. Ой, простите, извините. Я только спросить. Привет! Академия подкастов «Три медвяди» запускает новый цикл «Я только спросить». Нашими гостями будут врачи. Именно эту фразу чаще всего можно услышать в поликлинике или в больнице. Этот цикл мы пишем совместно с медицинским центром Фараби. Сегодня у нас в гостях эндокринолог клиники Замира Никодамова. И будем мы сегодня говорить о сахарном диабете, щитовидке, лишнем весе. Кстати, в конце программы будет приятный сюрприз. Я задам вопрос, ответив на который, вы можете получить подарок от медицинского центра Фараби. Итак, Замира, здравствуйте. Здравствуйте. Когда нужно ходить к эндокринологу? К эндокринологу нужно обращаться хотя бы один раз в год. Профилоксически. Людям, страдающим сахарным диабетом, желательно каждые три месяца. А если диабет протекает без никаких осложнений, то один раз в полгода, то есть в шесть месяцев. Людям с проблемой щитовидной железы, то есть с пониженной и повышенной функцией щитовидной железы, желательно обращаться каждый месяц первое время. А как только достигнем компенсации, то можно раз в полгода. Людям с ожирением, у которых желание похудеть, они тоже должны каждый месяц обратиться хотя бы в течение полгода. А потом уже один раз в полгода. А если меня ничего в принципе не беспокоит, ну где-то подсознательно, да, я думаю, ну появилась небольшая усталость, раздражительность, мне прям экстренно идти к эндокринологу? Желательно, да. Потому что это уже звоночек того, что может быть щитовидная железа уже начинает давать о себе знать. Или опять-таки же признаки сахарного диабета начинают появляться. Желательно, да, как только начинают появляться какие-то симптомы, признаки и какое-то беспокойство, нужно обратиться к эндокринологу. В Таджикистане есть какие-то заболевания щитовидки, которые вот прям только нам свойственны? И кто в группе риска? Да, к сожалению, наша страна находится в эндемической зоне. У нас идёт нехватка йода как в почве, так и в воде, и в воздухе. Вот. И нам, нашему региону, свойственный эндемический зоб. В группе риска в основном у нас идут дети дошкольного возраста, школьники, подростки, беременные женщины, кормящие и люди пожилого возраста. А можно ли самостоятельно принимать йодосодержащие препараты? Категорически нет. Потому что йодосодержащие препараты должен подобрать врач-эндокринолог. Определённую дозу высчитывает эндокринолог, и при многих заболеваниях щитовидной железы просто приём йодосодержащих препаратов категорически запрещено. Вот. Это, опять-таки же, выявляет проблему щитовидной железы врач-эндокринологе, исходя от этого назначает лечение йодосодержащими препаратами или, опять-таки же, другими препаратами. И женщинам, в основном, старше 45 лет, у которых очень часто наблюдаются кисты и узлы щитовидной железы, тоже нежелательным самостоятельным приём йодосодержащих препаратов. А достаточно ли, возможно, нам просто есть какие-то определённые продукты, в которых есть йод? Ну, там начинают, например, налегать осенью на хурму. Вот йода там достаточно и необязательно. Как я уже как бы подчеркнула, у нас идёт недостаток йода в почве, в воздухе, в воде, и продукты, питание, фрукты, в некоторых овощах даже говорят, что есть йод. Это всё равно недостаточно. Достаточное количество йода, это можно регулярно принимать морепродукты. Опять-таки же, у нас все морепродукты, рыбы, они все привозны, и при заморозке теряется определённое количество йода. То есть, опять-таки же, недостаток. И в нашем регионе желательно принимать профилактическую дозу йодосодержащих препаратов. Но исключительно по назначению эндокринолога. Да, исключительно по назначению врача. Можно ли самостоятельно распознать сахарный диабет? Да, конечно. По каким признакам? Существует три основных признака, которые любой человек может замечать у себя. То есть, это жажда постоянная, частые мочеиспускания и повышенный аппетит. Так, я такая сразу в голове стала прокручивать. Много ли я пью? Так, ем. Ладно, я уже молчу. Мы к этому вопросу вернёмся. Да. Вот. Если человека беспокоят вот эти три основных симптома, чем раньше он обратится к врачу, тем лучше. А при каком показателе сахара в крови ставится диабет? Сахар в крови, он измеряют как в капиллярной крови, так и в венозной. И желательно в венозной сахар должен быть не выше 6 ммоль на литр. Если уже выше 6, это уже звоночек. То есть, там нужно уже серьёзно обследоваться, посмотреть гликогемоглобин. Гликогемоглобин указывает на подъёмы сахара в течение 3 месяцев. Вот. И опять-таки же, в общем, анализы мочи посмотреть, есть ли кетоны или наличие сахара. А капиллярный? Вот просто у меня знакомая решила попробовать, как работает тест для мамы. И у неё вдруг показал очень большой показатель. Это вот эти маленькие, да? Ты вот там укололся и... Да. Капиллярная кровь, ну, там есть разница в 0,5, 1 ммоль. Но, опять-таки же, нужно соблюдать все правила. То есть, исключительно измерить сахар нужно натощак, утром, рано, после 8-часового перерыва между приёмами пищи. Вот. Капиллярная кровь, она как бы показывает... Там незначительная разница, но, опять-таки же, высокие цифры, больше 6, они должны настораживать уже пациента. Сахарный диабет для многих это просто отказ, как мы предполагаем, да, отказ от сахара. А от каких продуктов ещё приходится отказываться? Отказываться нужно от сахаросодержащих продуктов питания, продуктов с содержанием большого количества жиров, полуфабрикатов, от трансжиров. То есть, это, опять-таки же, маргарин, маргариносодержащие продукты. Я так предполагаю, как можно составить диеты, да, это очень жёсткая диета получается. Да, к сожалению, в первое время, да, жёсткая диета, а потом уже человек как бы приспосабливается, уже начинает подбирать продукты и питаться так, как требует врач. То есть, правильное питание, начинает употреблять больше клетчатки, опять-таки же, исключить сахар, сахаросодержащий. Даже вот многие ошибаются, что подсластители, там, сахарозаменители можно использовать сколько нужно и сколько можно. Нет, к сожалению, их тоже нужно с осторожностью, потому что вот они могут вызывать, опять-таки же, и эпизоды повышения сахара крови. А в Таджикистане очень много винограда. Да, очень сильно любят. От них тоже придётся отказаться? Конечно, да. Они очень сладкие? Они очень сладкие. Виноград, дыня. Вот, опять-таки же, хурма. Угу. Вот, желательно отказаться. Или в очень малом количестве. А физические нагрузки при диабете? Физические нагрузки при диабете желательны. То есть, опять-таки же, зависит от диабета какого типа и от длительности физических нагрузок. То есть, людям с диабетом первого типа... Это какой диабет? Это первый тип инсулинозависимый. То есть, это в основном детям и молодым людям желательно заниматься физической нагрузкой, но контролировать нужно длительность физической нагрузки, то есть, там, не больше 30 минут. Если физическая активность длится дольше, то нужно не забывать о перекусах, даже если это углевод, содержащий продукты, там, конфета, сэндвич, шоколадка. Это желательно, чтобы сахар резко не снижался. Пациентам с сахарным диабетом второго типа как раз-таки желательно, чтобы они регулярно занимались спортом, были какие-то физические нагрузки, потому что пациенты с сахарным диабетом второго типа очень часто страдают еще и ожирением, лишним весом. И если они... То есть, регулярные физические нагрузки, они очень благоприятно влияют на потерю веса, нормализацию веса. Вот, и таким образом идет контроль сахарного диабета. Опять-таки же, нужно помнить о длительности физической активности. То есть, если там больше, опять-таки же, 30 минут, желательно делать перерывы на перекус. Что такое метаболический синдром и почему он развивается? Метаболический синдром – это совокупность таких симптомов, как ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара в крови и холестерина. К сожалению, в современном мире метаболический синдром встречается очень часто, потому что люди ведут малоподвижный образ жизни и питаются фастфудами. Дети заняты, увлечены гаджетами и, к сожалению, ведут очень малоактивный образ жизни. А метаболическим синдромом страдают дети тоже? Конечно, да. В основном в подростковом возрасте. По-другому мы это называем юношеским гипоталамическим синдромом, который тоже сопровождается такими же симптомами, как при метаболическом синдроме. Но в таком возрасте формулировка диагноза по-другому, ЮГС. И ребёнку тоже нужно так же часто посещать эндокринолога? Да. Детям с повышенной массой тела желательно, да. Чем чаще, тем лучше, потому что последствия очень нехорошие. Это в виде сахарного диабета, опять-таки же, повышение артериального давления. Вот. И вот вестеральное или абдоминальное ожирение. Это, опять-таки же, первый звоночек сахарному диабету. Многих интересует вопрос похудения, но при этом многие предполагают, что лишний вес связан с заболеваниями щитовидки, эндокринными заболеваниями, либо изменением гормонального фона. Так ли это? Хотя я предполагаю, что совсем не так. Может быть такое. Гормональный фон влияет на обмен веществ. Также патология щитовидной железы влияет на обмен веществ. У многих женщин женские половые гормоны тоже влияют на лишний вес. И гормон стресса, кортизол тоже влияет на набор веса, да. Но, как правило, это же не так часто происходит, да. То есть, по большому счёту, набор веса связан с малоподвижным образом жизни. И неправильным питанием. Да. Вот. Это я так себя, как бы, нет, не утешаю даже. Я просто пошла, воспользовалась услугой медицинского центра Фараби. Пошла, сдала анализы по контролю веса. Ну, предполагая, что, возможно, излишний набор веса в последнее время у меня связан с гормональными изменениями какими-то. Нет, оказалось, что нужно просто закрыть рот и больше двигаться. Да. А как влияет гормон стресса на вес? Вот как раз-таки это тоже очень важный момент, когда мы должны просто больше спать, наверное. Точнее, не больше, а достаточное количество. Гормон стресса, кортизол, к сожалению, он тоже влияет на набор массы. Когда повышается гормон стресса, кортизол, то у человека возникает постоянное чувство голода. То есть, как в народе говорят, человек начинает заедать свой стресс. Опять-таки же, заедает человек это всё сладким, продуктами с повышенным содержанием углеводов, трансжиров, которые откладываются в организме в виде жиров. Гормоны обязательно нужно сдавать, когда собираешься худеть? Да. Обязательно? Конечно, да. Если там нет никаких изменений, как в моём случае, мне всё равно надо к эндокринологу зайти, чтобы начать худеть? Да, к эндокринологу-диетологу желательно. То есть, вам нужно будет подобрать правильный рацион питания, рассчитать все микро-макро-нутриенты, калорийность пищи, и кратность приёмов пищи. Ох, кратность. С нашей работой как это проблемно? Потому что иногда бывает, что ты целый день не ешь, ты вечером пришёл, наелся за целый день и лёг. Да. Это самое страшное. Многие после перенесённого ковида стали жаловаться на то, что они набрали вес. Как это связано? Я вот не могу понять, в принципе, как с этим бороться. Точно так же. К сожалению, после ковида очень много стало обращаемости именно по поводу лишнего веса, и люди, вот как вы говорите, не понимают, откуда этот лишний вес. В момент болезни очень часто применяют глюкокортикостероиды, то есть это гормональ по-другому, гормональные препараты в виде дексаметазона и его аналогов. И, к сожалению, у людей, у кого был до ковида нарушенный углеводный обмен, но они об этом, может быть, не знали, может быть, кто-то знал, у них замедляется обмен веществ, и таким образом набор веса связан именно с нарушением обмена веществ и действием глюкокортикоидов на обмен веществ. У многих, у кого не было нарушенного углеводного обмена и не были применены глюкокортикоиды, они тоже, как говорится, наблюдают у себя набор веса. Это, скорее, связано с тем, что во время болезни организм очень сильно истощается. И многие мышцы, они... То есть человек лежит, если по-простому сказать, человек лежит от того, что у него нет сил. Постоянное вот это чувство усталости, хронической усталости и вот нежелание что-то делать. То есть не то, что нежелание, а сил нет что-то делать. И мышцы начинают в какой-то мере, определенные мышцы, они начинают истощаться. То есть они от того, что человек не двигается, от того, что человек мало двигается вообще, мышцы начинают истощаться. И есть даже такая формулировка постковидная саркопения. То есть мышцы начинают уменьшаться в размере. И после того, как человек переболел ковидом, у него начинается такое, развивается очень повышенный аппетит. Да, человек постоянно хочет что-то есть. И опять-таки же после ковида силы не быстро возвращаются. Человек начинает употреблять большое количество продуктов питания. И мышцы, они, как говорится, не работают, но накапливается очень большой. Жир откладывается. Не используется в виде энергии. Он откладывается в виде жиров. И это одна из причин того, что люди начинают набирать очень стремительно вес. Можно как... Я просто не могу успокоиться. Можно ли как-нибудь разогнать метаболизм? То есть он же с годами замедляется. Просто на некоторых смотришь и думаешь, господи, он и в 20 лет, и в 50 такой же. И все говорят, что у него очень хороший метаболизм. Да. А кому-то не повезло, и он замедлился где-то в 20 или в 30. Для этого нужно обследовать опять щитовидную железу, посмотреть, в каком состоянии гормоны щитовидной железы, потому что щитовидная железа, она, как говорится, дирижер нашего организма и регулирует обмен веществ. Если наблюдается понижение функции щитовидной железы, то и обмен веществ тоже замедляется. Для того, чтобы даже если щитовидная железа в норме, и все интересно, почему же замедляется обмен веществ, это значит, как говорится, особенности организма. Для этого нужно заняться физической активностью, спорт, аэробика, плавание. Плавание, как говорится, не влияет на вес, но на обмен веществ очень хорошо влияет. То есть ускоряется обмен веществ, и все. И все. То есть ничего, с никакими лекарствами вы не разгоните метаболизм. Да, это вот ошибочное понятие. Сейчас вот все применяют какие-то чаи, какие-то препараты, какие-то биодобавки. Но, к сожалению, это всё временно, эффект временный. И после них, наоборот, наблюдается набор веса. Ещё больше. Да. Чем было до начала. Да, к сожалению. Спасибо большое, Замира. Как я уже обещала, в конце программы у нас будет небольшой розыгрыш. Тот, кто первый ответит на наш вопрос в комментариях, в Ютубе, на нашем сайте, в Фейсбуке или в Инстаграме, получит подарочный сертификат от медицинского центра Фараби. Это сертификат на сдачу восьми анализов, контроль веса, включая пролактин, тестостерон и так далее. Всего сертификатов четыре. И если вы не успели ответить на вопрос в Фейсбуке, бегите на Ютуб, подписывайтесь там. Также можно оставить комментарии на нашем сайте, как я уже говорила. Итак, вопрос. Какой тип ожирения наиболее опасен для мужчин? Скажу только одно, их три типа. Отгадывайте. Спасибо большое. В следующий раз мы будем говорить с неврологом. А у нас еще будет офтальмолог, будет кардиолог, будет педиатр. Так что оставайтесь с нами. Пока. Я только спросить. Редактор субтитров А.Семкин